Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Вот я хочу показать вам погоду 7 июля 2013 года в Барселоне. И как себя чувствуют мои цветы при такой погоде. Ну вот те, которые, я вот сейчас встану, я стою под зонтиком, попадают в зону дождя. Вот они таким образом. Конечно же, сегодня не нужно их ни поливать, ни обрызгивать. А вот эти, которые попадают здесь в зону охраны зонтика, это мы сейчас посмотрим. Значит, здесь земля, ну как бы сказать, не сухая и не мокрая. А влажность достаточная для того, чтобы им обойтись без опрыскивания. И вот здесь, здесь довольно сухая. Вот эти цветы, вот эти цветы, которые под зонтом, я сейчас полью. И вот сейчас я на плющ посмотрю, как он себя чувствует. Да, и плющ тоже надо полить, хотя здесь вот по стенам вода стекает. Как говорится, по усам текло, а в рот не попало, значит не попадает на них вода. А вот герань, а вот герань, она вот видно, что мокрая. Она мокрая, то есть здесь с края зонтика, все-таки влага, дождевая вода попадает. Поэтому, поэтому герань мы поливать сегодня не будем. Вот, нет, не будем. А вот этот крайний мини-форма герань, тем более, даже вода вон в поддоне. Значит, какой вывод мы делаем? Значит, поливаем сегодня мы хризантему, пиларгонию, плющ и мяту. Вот. А растения, находящиеся под, так сказать, воздействием дождя, естественно, мы оставляем без полива, потому что дождь довольно сильный, даже гроза была. Ну вот, собственно говоря, и все. То, как нужно ухаживать за растениями, находящимися на открытом воздухе во время дождя. То есть, какой мы общий вывод делаем, если это такие растения, которые не очень любят переувлажнение, такие как герань. Вот, и тем более, слегка на них дождь попадает, мы их оставляем в покое. Вот. Кстати, когда дождь, прямое попадание идет на цветы, цветы от этого портятся. Вот местами здесь видно, что завяли уже, я удалила лишние завявшие цветы, чтобы другим дать возможность более комфортно себя чувствовать. Вот. Когда дождь прямо на цветы попадает, конечно, для них это не лучший вариант. Вот. Но иногда бывает, что зонтик приходится складывать, потому что ветер поднимается во время дождя. Вот. Ну, сейчас можно обойтись без этого, поэтому цветы не страдают. А те, которые нуждаются в поле, мы сейчас польем. Конечно, вот эти тоже, они под воздействием дождя сейчас не находятся, поэтому они выглядят хорошо. Как только дождевые капли на них попадают, несмотря на то, что этот район города находится в так называемой зоне легких Барселоны, то есть вот горы, лес, а не где-нибудь возле загазованной трассы. Вот. Так что вы по своим природным, климатическим и городским, или поселковым, в общем, вашего населенного пункта условиям смотрите, и, соответственно, вот за цветами ухаживаем. Ухаживаем, чтобы они у нас выглядели очень красиво и интересно. Ну, пока все. До свидания. Всем спасибо за внимание.